В организме тело не понимает, как вы будете тратить, в круговом стиле или нет? Вам же нужно результата. Но если грамотно подобрать в данном случае такой сплит, где мы вам выберем такие упражнения, чтобы у вас не было перетренированности. И в данном случае это будет более целесообразно, чем делить тренировки на фуллбан. Да, то есть по нашему опыту, по опыту других людей, которых на начальной этапе тренировались, это более чем достаточно. Два тренера дерутся за персонал. Так, и сегодня будет пять упражнений. Алексей, мы будем засекать вам время. То есть мы будем серьезно подходить к тренировочному процессу, потому что мы хотим, чтобы ваша тренировка вошла от 40 минут. Чтобы она была продуктивной. Да, чтобы она была продуктивной и эффективной. Мы будем с вами тренироваться 45-час. От 45 минут до часа. Я не сдохну. Нет, наоборот. После этого вы будете чувствовать себя еще лучше. То есть все будет красиво. Так, и у нас будет пять упражнений. Алексей уже устал от братецкого пиздежа. Тысячу слов в секунду. Все нормально, все нормально. Хорошо, я могу помедленнее. Модеры, покидайте, пожалуйста, ссылки на братиков. Они тоже стримят для тех, кто не в курсе их подписывать. И первое упражнение у нас будет начало. Жим гантелей лежа на полу. Потом дальше отжимания будут на грудь. Третье упражнение будем делать. Жим узких хватов. Олег, а можно я скажу тебе по параметрам? А давай начало отжимания сделаем, а потом уже жим гантелей. Чтобы я все размялся. Хорошо. Связки в рабочей системе. То смотрите, третье упражнение у нас будет на трицепс, одновременно плюс на грудь. Трицепс. Трицепс и плюс на грудь. То есть, жим узких хватов, который у вас будет одновременно прокачиваться. И трицепс, передняя дельта. И в любом случае, грудь тоже будет немножко участвовать. То есть, мы подобрали такие упражнения, чтобы и грудь, ну у нас и грудь тридцепс сегодня с вами, и плечи. То есть, и во всех упражнениях это будет в любом случае участвовать и грудь, и плечи, и тридцепс. И, ну естественно, при нажиманиях тоже руки работают, естественно. И четвертое упражнение, чтобы плечи стали как шары у вас, вот как у нас, вот такие вот круглые, большие. Прям сегодня? Естественно, что, что, еще раз? Прям сегодня станут как шары? Прям сегодня. Ну не сегодня, может завтра, может завтра. Сегодня не обещаю, а вот когда проснетесь, станет точно. Я сегодня стою грамм бекона сожрал, я готов. А, ну тогда сегодня. Кстати, кстати, братики, я сделал фотографию до, я взвесился, 88 и 1. Отлично, отлично. Мы не будем смотреть, сколько вы весите. Смотрите, вам не главное, сколько у вас будет вес на весах, главное, как вы будете выглядеть при вашем росте. Это самое главное. Да, главное, поэтому не обязательно, что у вас вес будет уходить, у вас просто будет уходить жир, одновременно в тонус приходить мышцы, тем самым у вас будет вес, не обязательно, что он резко будет падать, это хорошо. Да, но главное, как вы будете выглядеть себе в зеркале, Алексей, это самое главное. И четвертое упражнение у нас будет Тяга гантели на среднюю дельту Чтобы среднюю плечо прокачать И пятое упражнение Это будет такая кардионагрузочка на общее тело Очень прикольная, эффективная И веселая Это, кажется, наши фирменные прыжки звездочка Так что будет все интересно Это вот так, как дурачок, надо так руки делать, да? Нет, ну почти Да, как дурачки, которые мы прыгаем постоянно Не, я про себя Не, не, нормально, нормально Все красиво Так, ну что, давайте начинать, Алексей? Давайте, начнем с чего? С отжимания? Начнем сначала с отжимания Это будет хорошая разминка Но предварительно, давайте просто покрутите руками Все нормально, только крутите так, чтобы вверх не улететь Аккуратно, да Покажи, обычные просто базовые движения Вот так вот По системе вот так вот Кисти, например, вот так вот Не стесняйтесь, крутите руками, Алексей Да, все нормально Плечами, плечевыми суставами Умножили, так размялись Можете подвигаться вот так сразу же Чтобы в тормоз пришли, так что-то нормально Так Алексей, у меня вопрос к вам Да? Когда вы последний раз отжимались? Ну... Да хер его знает Ну... Ну, сегодня точно будем... Сегодня точно не отжимался Так, поэтому Тут самое главное, Алексей Не важно, сколько вы повторений будете делать На отжиманиях, на различных других упражнениях Главное, что вы делали технично И вы, как говорится, что прокачивали что? Более-менее целевую мышечную группу Естественно, поэтому, что мы сейчас не будем гнаться за повторениями Не будем гнаться за весами Главное, поставить технику И чтобы вы конкретно чувствовали ту мощную группу, которую вы тренируете Это самое главное Поэтому, не важно, сколько вы сейчас отожметесь Главное, чтобы это все было технично и правильно Так, все, не по поводу хвата, Алексей Выбирайте хват, который вам более удобно Пару раз могу Так, ну хотя бы раз 10 Давайте, первое упражнение отжимания Все, отлично Так, я наушники снимаю Да, так И отжимаю Делайте 10 А, вы даже нас слышать не будете, правильно? Все Ладно, буду мысленно посылать Алексей Спинку ровно Жопу не поднимайте Руки ставьте чуть-чуть шире Чуть-чуть шире чего? Чего? Плечь? Плечь Лучше на ширине плеч Надеюсь, Алексей наслышит Олег, Алексей все умеет Все, не суди по себе, что ты тупой качал О, красиво О, вот это я понимаю О, как мы сказали А, говорит, не отжимался Откуда нас услышал? Мы мысленно посылали Сколько? Четыре Пять, Алексей, давайте Общем, молодец Шесть Шесть Супер Семь Давайте, Алексей Восемь Девять Еще Алексей Десять Отлично Держит спинку Время засекает Время засекает Красиво Ну как? Алексей, вы сделали Просто великолепие Идите, я хочу Сказать мат Это было охуенно Спасибо, спасибо Спасибо Десяточку Так Отлично, Алексей, отлично Давайте теперь отдыхать Полторы-две минуты Можете в это время двигаться Можем общаться с чатами С вами общаться Что, как по дыханию У вас? Нормально? По дыханию все хорошо Я дышу Все Давайте дышите Все отлично Вот, Алексей, вы конкретно Сейчас сделали Очень технично правильно Я увидел Что вы делали Плавное движение вниз Плавное движение вверх А это очень важно Вы не шевелили тазом Что очень важно Потому что в этом упражнении Лучше не шевелили Да, как говорится Прости народе Жопу вверх Не поднимали Это уже было супер Спина была идеально ровная То есть Вот эти отжимания Как раз таки Было Показаться Алексей, как по ощущениям Сколько вы могли Примерно еще сделать Ну, я думаю Сверху бы еще Пятерочку бы сделал Отлично Тогда будем делать По 12 повторений Нет Почему? Тогда хотя бы один подход Чтобы Алексей Немножечко поднапрягался Хорошо Да, да, да Чтобы немножечко Чтобы немножечко Олег, да Алексей Олег, Алексей Здоровый мужик Все нормально будет У нас там в чате Уже спрашивают Можно ли заниматься с нами Друзья, конечно Понедельник, среда, пятница Приходите на наши стримы И занимайтесь вместе с нами Да Так Сколько времени Так, Алексей Прошла минутка Сейчас еще Через минутку Будем опять делать подход Так, хорошо Так, вы пьете водичку Да, Алексей Нормально? Ну, надо пить же воду Правильно? Да По ощущениям Во время силовой нагрузки В принципе В зале В домашней установке И так далее Нужно как ряда пить Сколько просит организм То есть это можно пить Плохого в этом ничего нет Наоборот Будет восстанавливаться И самое главное Алексей Вы дышали, надеюсь? Я дышал постоянно Да На усиление На усиление Делаю выдох Совершенно верно На усиление И совершенно верно Так, пью кофеечек Для всех Хорошо Днем спорт Вечером пиво Кстати, вы заметили Как у Моргенштерна Получается Вот я не знаю В чем его специфика Он вот в форме Но бухает страшно Как он это делает Я вообще не понимаю А я вам скажу Даже алкоголь К секунду Подходик Да Десять еще Да, давайте Подходик Давай Два Подходик И мы расскажем Как это у него Так получается Так Олег, советую тебе Включить Вави режим Я в ави режиме Включил Так не улетай Давай Смотри, как он делает Идеально Два Три Четыре Четыре Отлично Пять Вот, ребят Видите, как делается Алексей Очень правильно Не спеша Чтобы прокачивать мышцы Естественно Поэтому, ребят Берите на заметочку Вот так вот Нужно делать упражнение Не гонитесь за повторениями Главное, чтобы вы Прочувствовали мышечную группу Не делайте рывками Не делайте рывками Потому что, ребят Если вы будете делать рывками У вас будут что? Включаться связки Естественно Вот так Отлично, Алексей Просто великолепно Замечательно Знаете, в чем ошибка Начинающая То, что они пытаются Сделать больше повторения В ущерб технике И так далее Не чувствую мышечную группу Поэтому Их амбиции Превышают возможности Естественно Но, вы должны понимать Приземлитесь на землю На землю Будьте проще И делайте, как Алексей И тогда у вас будет результат Вот, что я могу сказать Поэтому, вы все делайте Охуенно Спасибо 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 Я надеюсь, больше не надо отжиматься Нет Мы еще будем делать два подхода Мы еще будем делать два подхода, Алексей Вот сейчас сложнее пойдет Ничего страшного Значит, мы будем делать по 8 повторений Вот смотрите Алексей, вот вы сейчас сделали Вы почувствовали чуть-чуть усталость, да Такую Забитость мышц Я так понимаю Да, забитость мышц сейчас есть И смотрите И есть Я уже видел действительно Что у вас в запасе еще было максимум 2-3 повторения Ну, конкретно в идеальной технике Поэтому, смотрите У нас же все Как это называется Интуитивно происходит То есть Да И почему Если называется Профессиональный подход к делу То, что если Допустим Мы увидим Что вы Допустим Не можете в идеальной технике Сделать 10 по 10 повторений Но это в данный момент Да Это не значит, что это плохо Это не плохо Значит, мы просто снизим Два повторения Во-первых Вы нервную систему Сильно не будете нагружать Потому что это первые тренировки Ага И тем более Вам еще Предстоит делать Жим ножа Как говорится Поэтому, чтобы не сильно Не забывать ваши мышцы В данный момент Чтобы вы смогли Еще выложиться На другом упражнении Мы не будем Что делать? В отказ Говорит, там трицепс уже горит Весь красный Нормально, нормально О, Алексей А вы попробуйте Сделать следующие подходы Немножко шире хват И локти чуть в стороны То есть Вы сейчас делали Наверное Так, у меня вроде так широко Не? Да Ну, в принципе Есть Как вы чувствуете грудь? Грудь вы чувствуете Когда вы делали? Да Ну, я все чувствую Да Отлично, отлично А передняя дельта Немного плечо Которое чуть-чуть тоже Работало Вот это, вот тут Вот это, вот это Вот эта штучка Вот эта штучка Вот это Вот эта штучка Вот это Это я не вижу Задержка какая-то А, вот это Вот это? Да, вот это Все, отлично Отлично Все Так Давайте еще сделаем Два подхода По восемь повторений Алексей, понял Я вам советую Делать чуть-чуть Вниз Когда вы выпускаете Чуть быстрее Чуть-чуть быстрее Ага, хорошо Так, Алексей Неправильно смотришь На усилие На усилие, наоборот Быстрее Более взрывного Да, вниз опускайтесь О, не услышал Ну, надеюсь услышит Алексей, вниз опускайтесь Ты просто очень много говоришь Почему? О, подожди О, один Красиво Два Три Четыре Пять Пять Шесть Алексей, делай Ты меня раздуваешь Семь Правильно Восемь Отлично Отлично Алексей, это было великолепно Он еще нужных я не делал, Алексей Ты давно услышал Так, да Алексей, это было красиво Согласен И по поводу алкоголя И так далее Смотрите Так Организм не понимает Конкретно Что вы в себя Что вы в себя вливаете Алкоголь тоже Это калорийный продукт Поэтому Он Кушает определенную пищу А я просто молчу Давай, ну говори То есть вы должны понимать Что алкоголь тоже Это имеет калории Но если это даже Алкоголь Употреблять В дефицит калорий И в норму То вы никогда Не наберете лишнего жира Но Тут вопрос стоит в том Что будет для вашей нервной системы И для организма И для органов целом Естественно То есть с органом Возможно какие-то будут проблемы То есть да, жиросжигание возможно Даже при алкоголе Даже можно мороженое есть И пить Чем-то заплатить алкоголь Но То есть для тела конкретно Как оно выглядит Алкоголь Может быть Немножко влияет Но в большей степени Вляет на органы На нервную систему В целом на органы Ну плюс еще на гормональный фон Естественно Вот в этом проблема Да, поэтому даже Если употребляя в меру Алкоголь Можно себя тоже держать в форме Главное говорится Не до срачки напиваться Ну вот Маргель Штерн Он, я не знаю Под капельницами Не всегда откачивает А он все равно в форме Какой-то странной Ну мы же об этом и говорим Что это дефицит калорий У него просто Он в движении Сюда тратит калорий Больше, чем потребляет То он у нас Просто себе урон Не своему Жиросжиганию Образно говоря А внутренний орган Поэтому ему плохо Потом его откачали капельницами Но до жира Это не дошло Потому что он Все-таки Скорее всего Выпил И это все отработал Велическим путем Подержал Подержал Кажется Как тут без выебонов Ебать нихуя Вот это эстетика Тренер Держись в телефон А ты чему тренер Вот это эстетика Так, Алексей У вас еще есть 30-40 секунд Чтобы подготовиться К следующему Подходу Каких 30-40 секунд 30-40 секунд Да 30-40 секунд И сейчас вы будете Делать завершающий Подход на отжимание Хорошо Договорились Хорошо Как в целом Се чувствуете, Алексей Нормально? Нормально Мышца вот подзабилась Вот здесь вот Тут это как бы Тяжеловато здесь Ну Ну и чувство уже Банка уже растет Не могу руку согнуть Уже до конца Алексей, вот я заметил Вы делали вот этот подход Немножко локти шире Да, сделали? Чуть-чуть Ну да, наверное Слушайте, у меня уже Нормальная такая рука Я сейчас смотрю На экране Так мы тоже Алексей вас раздуло Реально Это все бекон Реально Это все бекон Ой Извини Это все бекон Так, ну что, Алексей Давайте Давайте Восемь раз Ну, пацаны Не поминайте Давайте Четко, жестко и красиво Давайте, поехали Не, смотри Его реально раздует Ты смотри Смотри на этот рицепс Нужно экран увеличивать Уже Ты что, не понял? Он уже экран не влазит Не-не Он еще Подожди Подожди Давай Два Три Отлично Четыре Пять Я за Алексея Я за Алексея Два А я шум Давайте, Алексей, быстренько делаем Семь Еще, еще один Ой, отлично О, красиво Давай Готово Да, все, Алексей, молодец Все, отлично Это было первое упражнение Все сделали отлично Хорошо Можете даже попить водичку Немножко двигать Отдохнуть А вот мы сейчас отдохнем Чуть больше Минутки две Да, даже три, наверное Потому что ручки Как бы такие Ну, смотрите, Алексей Если вы чувствуете Сильную нагрузку Можем немножко меньше сделать Как вам вообще Вы по ощущениям Ну, я не знаю Когда следующее упражнение Буду делать Наверное, там уже будет Понятнее Да, да Но следующее упражнение Мы, конкретно Когда будем делать Сейчас Жим-гантелями Веса слишком большие Братя Мы будем вообще Тут самое главное Настроить вам технику Чтоб ваш мозг Запомнил именно движение Само движение Поэтому нужно делать Акцент на технику А веса уже придут Правильно я говорю? Костя, ты спрашиваешь Кого? У своего внутреннего костика Спрашиваешь Нет, я и с тобой тоже А Естественно, правильно ты говоришь А как может быть По-другому? Где моего, да? Так, кстати Для нижних упражнений Я сейчас, наверное Вот сюда лягу И камеру А если вы головой Будете к двери То в принципе Вас там будет видно А не, я просто сейчас Камеру сделаю ниже И сам себе наушники У меня были Чтоб вы слышали Что вы говорите Да-да-да Давайте-давайте-давайте Так Алексей, вы чувствуете Приток крови В грудь А Чувствует Я уверен Нет, ребята Мы не простыли Просто голос у нас Чуть хриплый Потому что мы что? Много пиздим Поэтому из этого Костя, давай Без мата будем На всякий случай Чтобы все красиво будет Да, сломался голос Сломается голос Молодой Растущий Чертинец, ребят Если я буду лежать вот так Вы меня слышите? Да-да Слышу Если я буду лежать вот так Жим я, получается, буду делать вот так Да? Да О, так у вас Да, конечно Вот Все Отлично, Алексей Это просто отлично Да, нормально Ага Хорошо Видно меня, как я делаю? Да, видно Немножко, правда, пол головы видно Но ничего страшного Алексей, у вас видно только рот В принципе Вот так вот, Марк Вот сюда поближе Да Чуть поближе О, вот так получше Вот так идеально Вот так идеально будет Ребят, по поводу амплитуды Вот пишут Нет амплитуды Эти амплитуды будут достаточно Чтобы прокачать конкретно грудные мышцы Этого хватит вполне Даже многие есть такие упражнения Которые специально ставят Вот конкретно вот так вот Ложаться и делать упражнения Это отличное упражнение Которое прокачает грудь, ребят Поэтому амплитуды Это видно, да, по груди, братиков? Да, нормально Многие делают не в полной амплитуде, ребят Поэтому я вам так скажу У меня, по-моему, даже где-то фитнес-коврик есть Секунду О, коврик это что? Получше будет Так, смотри Спрашивают, в каком зале вы тренируетесь, братики? Ребят, мы уже полтора года тренируемся дома В домашнем зале, братик Да, в домашнем зале, братиков И нормально И не комплексуем И не комплексуем Все верно Так Потому что коронавирус Залы позакрывались Поэтому братики предусмотрительные Купили свой мини, как говорится Что? Купили свой мини? Мини зал свой купили И сегодня дома тренируемся И нормально Главное, ребята, желание Так что сейчас вот теплеет Выходите на турнички-брусья И тренируйтесь И поэтому, Олег, если это первая тренировка за долгие годы Мы не будем участвовать с Алексеем Васильевичем Главное, где-то он точно был, но я не знаю Потом в следующий день, говорится Чувствовал себя хорошо Да Ребят, мы начали ходить в зал с 17,5 лет И до сих пор тренировочки не пропускают Но до этого всего, ребята, у нас большой опыт был Соревновательного Большого тенниса и футбола Вот Поэтому у нас, кажется, нагрузка была уже до этого хорошая О, коврик красивый Так, ну что, смотри Прошло 4 минуты Да О, да, да, конечно Так Так, я слышу вас О, Алексей, смотрите У вас уже на гантельки набраны? Нет, ну Я еще не готова Но я имею в виду Но вам нужно сделать, я думаю Максимум по 10 килограмм По 10 килограмм делаем А может быть не по 10 Вы сможете сразу же делать по 10 килограмм В хорошей технике Я думаю, наверное, сможете делать Но это по 5 С каждой стороны, да? По 5 туда, по 5 туда Сейчас Да, да, да То есть делайте 2 гантельки по десяточке И начинаем делать упражнение Олег, по десяточке это вообще не вес Да, ну я понял Технику тоже надо поставить Олег, это будет все красиво Три подхода по 100 Дмитрий, нет, нет, извините Это очень много будет Да, ну на начальной этапе это будет очень много Да, Дмитрий Ликс Не судите по себе Я понимаю, что вы можете соточку пожать Правильно? Но Алексей только начинает Я, я, кажется, видел Как Дмитрий Ликс приседает Говорится, Дмитрий Ликс Приседайте колени Слишком за носки не заводите Вот так Ребят, всем здорово Так, ну шо? Алексей, это не смешно Ой, Дмитрий Ликс Не смешно, да, по поводу колени? Естественно Колень 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 Ну ты чел Ты слышишь? Ты слышишь Слышу Ты меня очень сильно выносишь справа У меня наушник выпадает Ты меня выносишь справа Что это за такое выражение? Костя, как я тебе выношу справа? Объясни Колень Так, пока Алексей накручивает Гантельки Покажи свое Я, кажется, свои покажу Покажи свое Шо есть? Шо есть Показывай, шо накачал Быстро Нихуя ебать Нихуя Ты эстетичный Красиво А можно мне? Я хочу тоже Я тоже хочу, Олег Подержи Подержи телефон Моя очередь Быстро Быстренько Не понял А сюда видно? Я не знаю, сюда видно Ты сам Ты должен быть уверенным в себе Ты должен быть уверенным в себе О, вот это я понимаю Все Вот это красиво Зрекачал, чешо На, держи Держи Алексей сейчас гантельки накручивает Сегодня мы будем прокачивать Алексею грудь, трицепс и кусочек плеча Вот этого среднего Нет, ребят, мы сейчас матерные слова не употребляем Мы контролируем свою речь, ребята То, что мы можем общаться, говорится, не употребляя матерные слова Все красиво, ребят, все красиво А мат, если что, это эмоции Иногда вылазит, ну Вылазит Да Шо у тебя еще вылазит Вылазит, но красиво вылазит Я сделал Извиняюсь, что О, Алексей, все, отлично Просто они новые И вот эти зажимы, они закручиваются еще тяжело Да, да, да Алексей, или это вы специально хотели, чтобы больше отдохнуть А ну-ка, давайте Признавайтесь Нет, нет Зачем ты держишь фото правду Ты сказал мат Так, что делать? Так Как прокачать харизму? Она говорится Или дана, или нет А мышцы прокачать Либо есть, либо нет А мышцы можно прокачать Давайте быстренько Так Что делаем? Мы сейчас будем Жать гантели Лежа Давайте, Алексей Фух Вот так Да, вот, красиво, Алексей Аккуратненько Так И все О, вы нас слышите? Да, да, да О, вы нас слышите? О, это красиво Все, Алексей, давайте Это второе упражнение Соберитесь Плавное движение вверх Плавное движение вниз Локти сильно Контролируйте амплитуду Нет, нет Стоп, стоп, стоп Алексей, подожмите чуть в локтях Подожмите чуть в локтях Чуть-чуть Алексей, я вам советую Чуть-чуть локти Нет, нет, нет Не так О, вот так Опускайте Отлично Красиво Да В принципе, можно делать Такое упражнение Полуразводка Полужив В принципе Блин, как бы я хотел Вам помочь Но я не могу Чуть-чуть сделать Алексей, вы слишком Широко Правую руку Выводите Я вам советую Опускать Знаете, как Как это сказать слово Алексей, я вам советую Немножечко локти Под себя Ближе чуть-чуть Опускайте параллельно Полу, Алексей Параллельно полу Чтобы Было Гантеля должна стоять Параллельно полу Ну, давайте Хотя бы так Алексей, давайте Десять раз Десять повторений А сколько ты уже считал? Олег Тренер Я сейчас объясню Я сейчас объясню Я тоже объясню Так Кто объяснит? Ты или я? Мы вместе Объясним Все, хорошо Алексей, вы слишком Увлеклись Алексей, вы увлеклись Стой раз Не надо делать Алексей, что повторения делать не нужно Так И что делать? Нужно было 10 Так, смотрите Я поставлю Смотри, Костя Показывайте Я сейчас все покажу Все отлично А, вы сейчас смотрите меня Или что? Я могу уже показывать О, на, держи Держи Алексей, смотрите Отойди, Костя, пожалуйста Алексей, когда вы делаете Это упражнение Я вам советую Вот смотрите Вы руки ставили так И локти Ваша задача Локти отводить Чтобы у вас гантели были Параллельно полу А у вас локти были Слишком Стой Нет, нет, нет Алексей Добров больше к ушам Естественно Нужно чуть-чуть Подогнули Поэтому я вам советую Локти делать не в такой Манере А немножко Опустите вниз Ближе к кокосу Самое главное, Алексей Сожмите лопатки Это прежде всего И чтобы у вас не уходило плечо За ухо Потому что в данном случае У вас очень сильно Нагрузка забирала плечо Я вам советую Немножко локти подгнуть Подогнуть немножко Подогнуть вот так вот И выполнять движение Как вы делали При этом гантели Должны быть параллельно полу Чтоб кисти у вас Не в сторону уходили А чтобы Когда вы делали У вас угол сохранялся 90 градусов Вот Вот так вот Как это нужно делать Смотрите Можно я покажу Алексей Вы делали вот так вот А вот так вот Сделайте Чуть-чуть Вот так вот То есть вы делали так Чуть-чуть под себя Чуть-чуть Немножечко Не вот так вот А чуть-чуть ниже Вот Это как в простонародье Объясняют Потому что не понял Костя Я не понял Но Вроде как Понятно Я постараюсь Я просто это делал на Скамье раньше Такое упражнение А на полу Оно такое Чуть-чуть сложнее Нет Алексей Это есть такое упражнение Многие выполняют Специально Как разнообразие Нагрузки Действительно Приходят К тому Чтобы Делают так И штанга Делают так Гантелями Это одно из Эффективных Тоже упражнений Для прокачки грудных Как для разнообразия Поэтому это Имеет место быть Так делать Все будет нормально Но сейчас у меня напряглось Все кроме грудных Мне кажется Ну потому что Внутри Потому что Вы слишком Косин Я говорю Или ты говоришь Алексей Потому что Вы слишком Делали Упражнение Как будто Крестом Чуть-чуть Нужно Локоть Отводить вниз Немножечко Потому что У вас В данном случае Напрягалась Наверное Скорее всего Передняя дельта Скорее всего Так Алексей Смотрите Давайте Отдыхаем Еще минуточку Все нормально И мой вам совет Действительно Локти Немножко ниже Чуть-чуть ниже Чтобы У вас Ключалась грудная Потому что Вы очень сильно Их подняли вверх У вас Конкретно Просто Плечи Работали Очень сильно Суставы Связки На грудь Практически Не шло Но ничего страшного Мы же и учимся Все нормально Главное Поставить технику В этом упражнении А дальше Уже все пойдет красиво Просто Немножечко Локти Чуть-чуть Под себя Чуть-чуть Чуть-чуть Ближе к спине И все Я буду так Недокудобнее будет Почему? Потому Ну смотри Так А если я сейчас Смотрите Я сейчас сделаю Без гантель Без гантелей Вы посмотрите Просто Опускаю руки Правильно? Да-да-да Давайте Будешь делать Так Видно меня? Да-да-да Видно Идеально Красиво Красиво Так Давайте Значит Вот У меня Руки Я опускаю Вот чуть сюда Получается Чуть вот сюда Вот так Отлично Вот так вот При этом Локти у вас Должны Приплечь С локтем 90 градусов Было Чтобы Вот Гантель Да У вас Кулаки Даже можете Немножко По снизу Прыгнуть И игру Чуть-чуть Вперед Сделайте Это тоже Можно Вот Отлично А теперь Вверх Просто Выжимайте Просто Выжимайте Вот воздух Отлично Просто Выжимайте Вверх Отлично Вот Вот в такой Манере И делайте Только с горселями Все то же самое Что вы сделали Отлично Вот вы воздух Покачали Сейчас с гантельками Вот даже без гантелей Старайтесь напрягать Грудь Прожимать Ничего страшного Голос Нормальный Вылечится Голос Мой Вылечится Так Ну что Алексей Ну если ты не будешь напрягаться Будешь расставать Ну что Алексей Да конечно Давай О отлично Только не быстро Алексей Плавное движение Чуть-чуть Чуть-чуть На выдох На усилие На усилие выдох Отлично В негативной фазе Немножечко Чуть-чуть Чуть-чуть Давайте Растяните Сводите Отлично Это уже было 4 А вот это другое дело Пошло Вот Локти даже можно Чуть-чуть еще Под себя Еще чуть-чуть Возьмите под себя Немножечко Немножечко Отлично Вы должны делать так Чтобы вы как будто Натягивали грудь Натягивали грудь Действительно Есть такое выражение Отлично Я сделал локти под себя И микрофон ударя Сейчас Ай блин Ну Вот это было получше Алексей Вот это хорошо было Хорошо Будем считать Что это было 2 подхода Давайте отдыхаем Делаем еще 2 И мне кажется Конкретно С грудными Мы сегодня Оказывается Закончим Отлично Ну Нужно будет еще штанг Ты сам говоришь Мне Ты еще слова не должен говорить Говори Нет А теперь говори Ты командир Ты говоришь А потом говори А я уже не день Чего сказать Нет Нет Не так Не так А потом хрипишь Пошарешь Можно говорить Что там В чате советы Есть какие-то Так Алексей У меня вопрос Как вы сейчас Лучше чувствовали Вашу грудь Вроде да О Ребят Пока нет скаминь Ничего страшного Можно даже выполнять Вот так В принципе Это тоже будет достаточно И все И все красиво будет Так Алексей Можете Попить водичку Или так Вы будете сидеть Вам так комфортно Я пью Пошел Пошел Покакал Или пописал Хорошо Ребят Он пойдет Пописать И покакает Все красиво Я за этим Прослежу Парень пишет Тут качаться мало Еще и диета Нужна от братика Совершенно верно Совершенно верно Поэтому тренировки Это хорошо Ну действительно С диетой Все нормально Алексею прописали Хорошую диету Все будет красиво Правильно Тренироваться Это хорошо Но ребят Мышцы Восстанавливаются Жиросжигание Происходит Или Масса Люди справа До сих пор Не знают О существовании Пива Табуретки Есть Именно табуреток Нет Там такие Стулья Просто у меня Ты не засек Секундомер Ты что творишь Я засек Вон там Прошло уже минута Прошло уже минута Алексей Давайте еще 30-40 секунд Отдохнем Можете попить Водички Знаете Смотрите Алексей Я бы вам не советовал Конкретно так бы сидеть После того Как вы сделали Упражнение Вы себя чувствуете Нормально Что потом не было А как надо Олег Все хорошо А как надо сидеть А как надо сидеть Прогнутой спиной Чтобы ее Да Ну можно и так Прогнулся Все отлично Не не Алексей Наоборот Нет Алексей Не так Наоборот Другую сторону Ровно 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 С ровной спиной Или так Как вам удобно Хотя Нет А вот так вот не нужно Вы сейчас напрягаете 30 статическую напряжение И потом Будет тяжело Вам сделать следующее упражнение Так что лучше Давайте вот так вот Как вам комфортно Сидите Как вам комфортно Алексей Олег Алексей сам знает Как ему сидеть Не нужно свою технику Навязывать Понимаешь Чел Так Ну что Минутка прошла Уже 2 минутки прошло 2 минутки прошло Давайте Алексей Ложитесь Как говорится Принимайте позу лежа Ну в смысле Позу лежа Позу лежа Правильно Олег Тренировочную позу лежа Все нормально Что Олег Ты еще Алексею посоветуй Какие-то позы В другом деле Понимаешь Это связать не буду Это уже как Алексей Ну ты смотри А ты уже начнешь еще Свою навязывать Нет Свою навязывать не буду Так Давайте Алексей Собрались И начинаем выполнять Отлично Один Вот Два Отлично Очень хорошо Алексей Я вам советую Чуть-чуть медленнее На негативе Чуть-чуть ниже О Красиво 5 Отлично Отлично 6 Алексей Не торопитесь Главное прочувствовать Мышленную группу Которую вы тренируете Тут спешить В этом деле Не надо И даже 10 килограмм На начальной этапе Будет вполне достаточно Да Так давайте Давайте Девять Отлично Ничего страшного Ничего страшного Поэтому Алексей Чтобы делать Не в отказ Следующий подход Мы сделаем Наверное Давайте 7 раз Мы сделаем 7 раз Даже на 6 Да Даже на 6 повторений Да Я вообще Делайте отказ Ты понял Да Будем сейчас Делать следующий Упражнение Ой Следующий подход Алексей Делаем по 6 повторений Чтобы вы сильно Не нагружали свои руки И в принципе Даже нервную систему Потому что Вам нужен Хороший сон Хороший восстановление Потому что На начальной этапе У вас и так будет Сжигаться жир Путем диеты Но тренировочный процесс Тоже важен И этого хватит Вполне Хорошо Аккуратно Я же громила Ну да А что нет Или что Так Все нормально Алексей Советую Посидеть Лучше не лежать Сажусь Я не знаю Как правильно сидеть Поэтому Алексей Сидите Как вам удобно Не слушайте Мого брата Да Все Если я не буду слушать Тогда как делать упражнения Надо слушать кого-то Да Надо слушать Так Сделаем еще один подходик Братики А возможно будет Вот вы мне написали Ну Калораж Калоришка Грильяш Да Калорийность Неважно Еду А можно будет вас попросить Чтобы вот для тупого Вы например Написали мне Примеры Приемы Приемы Да Утром ты ешь Завтра Например 30 грамм бекона 3 яйца И там хлеб с маслом Ну например Да В обед Например Ты ешь Там 100 грамм риса 150 грамм Грудки Естественно Подождите Алексей А я вам вроде Дискорд и расписывал Приемы различных Различной пищи Вы вверху посмотрите Но Я вам еще раз напишу Еще раз напишу Вы пролистайте Там сообщение Которое было выше Мы вам Некоторые люди Говорят что Масло Это жирное Его есть нельзя Бекон тоже жирный Объясните пожалуйста На почему надо есть жир Да Рассказывай По поводу Масла Бекона И так далее Ребята Сливочное масло Бекон Сало Это Жиры Животного происхождения Они полезны для организма Которое 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 Как говорится Из Что такое Блять Все Блять Что такое Кашляш Что это Корона Сейчас подождите Братико нормально Все нормально Так подождите Рассказываю Ребята Ребята Это Жиры По поводу Жиров Конкретно Что такое Нормально Все У меня Все нормально Что случилось Все хорошо Точно Все хорошо Олег Я актер Я играю Что мне подавился Я играю Что мне стало Типа плохо Все Все хорошо Ребята По поводу Жиров Смотрите Жиры Необходимы Для нашего Организма Это Прежде всего Гормональный Фон Это Суставы Связки Кость Состояние Кожи Волос И так далее Поэтому Это первое Самое главное За день Первой Пищи Не превышать Например 20 грамм Масла Либо Бекона Ну если Как говорит Алексей Вы съели 100 грамм Зин Первой Пищи Ничего С вами Не будет Олег Что это Такое Ты когда Так делаешь Ты меня Не поддержишь Как будто Я говорю Какую-то Дичь Ну что Ну потому Лицо Это Видно Че Время 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 Да Делай Время Делай Давайте О так вы Уже Все А мне Уже Нечего Добавить Ты начал Говорить Начал Кашлять Ну конечно Из-за тебя Уже Кашлять Понял Из-за меня Так Ликти Давайте Один Отлично Два Идеально Три Чуть-чуть Опускайте Плавнее Четыре О Пять Вот Вот это Еще один повтор И все Вот на этом повторе Небольшой расходик О Все Красиво Все Больше не нужно Больше не нужно Я понимаю Что вы хотите Нарастить Мышечную массу Но Смотрите В чем Конкретно Ошибка Начинающих Людей Которые Пошли Зал А вы говорили Шесть А мы сделали Пять Я шесть И сделал А точно А я Семь насчитал У нас задержка Не Не Ааа Понятно Мы тупые качки Да у нас задержка Мы смотрим В дискорд У нас же задержка Мы смотрим Не дискорд Мы смотрим Мы смотрим Стрим Все Какие мы тупые Да у нас же задержка Я перепутал экран Понял В дискорд смотрите Все А как в дискорд смотреть Нет Не жму Если мы сейчас будем смотреть дискорд То мы сейчас все переделаем Не нужно Ничего страшного Будем учитывать Что надо повторение Нужно делать больше Все Вот это мы поняли Поняли Что такое Ничего Ничего Нужно было учитывать Что будет задержка Так О Отлично А вы играете в ксго В ксго Мы играем И знаете какое название Сильвер 4 Вот это потому что сбросил название Потому что мы вдовно не играли А так мы дошли до супрема Очень легко и быстро Так Я здесь Поэтому стрелять мы умеем Да Умеем А что нет что ли Ты говоришь Да умеем Как будто не умеем Так Смотрите У меня уже жестко Да Смотрите Да Вас тупо раздуло Это что Это что с 30 С плечами Алексей Тупо рама Нереально Что с вами будет через месяц Жестко как-то уже Жестко уже Так Алексей Вам придется покупать Широкоугольный объектив Скорее всего Скорее всего да Так Алексей Давайте отдыхать Будете Давайте отдыхать Будете дышать Прямо в ритме Получилось Ну ничего страшного И пейте водичку Пейте водичку Отдыхаем А если Алексей не хочет пить водичку Не-не Я люблю водичку Но все равно Маленькие глоточки необходимы Можно пить Можно пить Отлично Я пью Я пью Заодно я попью тоже Так А что у нас будет на очереди Так смотрите Алексей Мы сейчас прокачали Сделали отжимания Грудь прокачали Дальше Следующие упражнения Мы сделали Жим гантелей Тоже И в данном случае Будет целесообразно Продолжить 30 Правильно А потом уже плечи Что конкретно упражнение Какое будет Третье Жим с кинхватом Алексей Мы будем сейчас делать Жим с кинхватом Заодно будете прокачивать Трецепт Естественно Плечо переднее В любом случае Тоже Штангой получается Штангой получается Штангой доставать Да Штангой Доставайте свою штангу Смысл Смысл Гриф Ну вы поняли Тренировочный гриф 15 кг весит Вы знаете Нормально Отлично Вот с него и начнем Доставайте Свой 15 кг Гриф Снаряд Прожимать его Полностью Почему такой большой онлайн Обычно 1к средний Онлайн 3000 Потому что здесь Три больших человека так а нужно быть внимательнее вчера люксия не как вы относитесь к войтенко его упражнения вопрос из чата я пошел за грифом как относитесь в таком упражнении я в этом к вообще в принципе не смотрю без негатива в принципе за ним не слежу поэтому отношусь к ним упражнение никак что не смотрю не слишком никак не знаю каким упражнение делать потому что конкретно за ними следим вот это будет целесообразно так ну что алексей сейчас куда пошел я ответил как я ответил а я ответил как я еще нормально так ну шо сейчас будет третье упражнение у них нифигасе какой длинный гриф а как он поместится интересно как его делать ничего страшного сейчас что-то сделать так ну шо гриф длинный так нет это не дело пока поставлю сюда говорят на кровати дело да алексей слышит алексей слышит нет нет не слышит а как так происходит алексей качается а нас раздувает я не понял за что такое это что вообще случилось это магия это магия какая-то нереальная алексей а зачем нам вообще качаться мы будем прокачивать алексея и мы будем увеличиваться грифа в объем да понимаешь да и все да нормально он за вас качается вот вот конечно работает в итоге все работает нормально так ну шо вот это гриф у алексея смотрите алексей прокачал грудь она выросла у меня видите ничего себе это я без мата понял нормально так я думаю лекция готов уже делать время прошло нормально когда уже двигались и делали так ну шо олег сейчас вообще нецелесообразно читать время все по восстановлению понимаешь целесообразно костя считать все какой ты серьезно я не серьезно я по раскладываю только не надо меня три опять ты какой-то одеяло на себя вот перетянул а я в холодке стою даже мально красиво друзья на те кто только что к нам присоединился хотел бы еще раз сказать что я алексей пчелкин находясь в здравом уме и светлой памяти отказался от всего вредного от пива и алкоголя до начала лета до 1 июня чтобы посмотреть чтобы посмотреть прогресс который может быть у меня благодаря постоянным тренировкам три раза в неделю под руководством братиков скиньте на них пожалуйста ссылку после моей прокачки они запустят свой стрим и вы можете на них подписаться модераторы оформите пожалуйста ссылочку также помимо всего прочего я буду заниматься три раза в неделю буду питаться правильно и если я по неуважительной причине пропускаю один день тренировок то я дарю чату 100 собак то есть в эквиваленте это 30 тысяч рублей это для меня как мини мотивация и как так скажем бонус для вас вот и есть один момент например еще сделаю зубы все знают прекрасно и дай бог у меня не будет никаких осложнений и это никак не скажет на тренировках но есть один только момент по которым я могу пропустить тренировки из-за состояния здоровья если что-то например случилось или сами братики сказали что например сегодня пропускаем тренировку потому что одна из мышц например перенапряглась или потянулась тогда мы тогда мы ее останавливаем вот и тогда мы соответственно уже идем именно от здоровья как она становится мы снова продолжаем но если просто по какой-то причине я там не знаю вечером гулял сорвался бухнул утром проспал на тренировку не пришел все попал на 100 собак вот поэтому будем стараться дойти до 1 июня я сделал фотографию до я взвесился 88 килограмм на telegram канал скиньте пожалуйста мой я буду скидывать туда свои приемы пищи вот в общем хочется посмотреть как она бывает не людей которые пьют это я про себя я готов о так алексей вам нужно дайте как сделать так чтобы вы смогли сделать жим лежа штангой узким хватом жим лежа штангой да это будет проблемно сейчас попробую смотри а сколько упражнений тридцать это просто как одно из базовых упражнений а давай может мы сделаем с готелька по 5 килограмм в наклоне смотри кости в чем смысл конкретно это упражнение это будет как оказаться дополнение к тому что вы если алексей не сможет чисто физически сделать давайте до зиму а потом когда он подготовиться уже свечом что у него приду но действительно это будет отличный упражнение для того чтобы до тренировать 33 я буду показывать я без наушников мы просто верите так да отлично отлично давайте давайте по что в любом случае когда мы тренировали тренировали грудь алексея и 30 подкачивался в любом случае работал передняя дельта поэтому это будет тоже хорошая базовое упражнение для конкретно верхнего плечевого пояса на который мы сейчас подписали эти ну как расписали тренировки но так ну шо алексей вас не видно главное аккуратно обои только не обои нет алексей это очень узко это очень узко алексей у нас не слышит алексей шире руки шире руки неважно грифом чего как у нас услышал это мысленно а он мысленно переловил вот так нормально алексей так нормально только смотрите вы слишком взяли узкий хват возьмите щи шире чеши я вам даже посоветовал знаете какой ну примерно сантиметров тридцать чуть уже ширины плеч что подобного было то есть у каждого хват но если вы будете брать очень узко вас будет что напрягаться кисть и это будет что вести потом в дальнейшую траву давайте сейчас определимся с калтом алексей я знаю как его сейчас сделать смотрите у каждого своя рычаг рук длинный так что давайте так вы принять руки прямо ставьте руки прямо перед собой просто выпрямите их поставьте и посмотрите как какой хват между образовался вас между вашими руками не чуть-чуть еще чуть-чуть шире еще нет нет шире 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 еще 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 вот примерно таким нет на вас водитель в дискорд смотрите сейчас сейчас посмотрите скоро вот вот отлично задержки алексей уже вот вот такую League примерно такой Алексей давайте уже еще чуть-чуть чуть-чутьуть примерно такой Алексей вот такой хватит будет приемлемо есть конечно тут Господ quick Алексей смотрите самое главное в этом движении что вы должны локти как можно ближе к их туловищу приближать то есть набрать локти не разведи сторону а вы должны локти приводить к туловища локти приводить их душ жаль вот так вот в таким вот такой манере а вы должны локти как можно ближе к туловищу то есть движение должно воспроизводиться локти должны быть уже уже естественно они должны приводиться к поясу и штанга может и класс даже чуть ниже не загрудить примерно вот где-то сюда олег что ты так делаешь вид как будто я вообще в дискорде еще раз покажите как локти надо давать смотри алексей я вас рассказываю берется значит берете хват который вы взяли и вы должны локти приводить их туловище опускать ниже и если вас гриф будет идти ниже груди даже к животу солнечным это ничего страшного это ничего страшного берите по себя такого придут что вам удобно было не кистям и чтобы чувствовали трицепс то есть не обязательно делать чуть-чуть это упражнение на трицепс да да естественно будет у вас и трицепс работать алексей и переноска и грудь в любом случае будет работать то есть это базовое упражнение которое как раз мы таки подобрали это мы без веса делаем или с весом давайте сначала с грифом а потом будем как говорится добавлять посмотрим что это будет но 15 килограмм будет хватать так а телефон сейчас все нормально так так заберитесь алексей собрались он слышит нет красиво все вот это аккуратно о вот такой хват идеальный если ком если будет некомфортно можете чуть шире взять вот дача движение пошло нормально вас отлично алексей смотрите все отлично давайте делайте делайте все главное дышите 3 красиво как на усилий выдох все отлично все плавное движение отлично всего идеально как надо и и давайте сделаем 10 повторений делайте 10 раз скидки сейчас было 8 8 отлично 9 9 еще один а 9 по 10 отлично все отлично так алексей смотрите это 15 килограмм я думаю давайте добавим по пятерочке будет 25 и будем представлять примерно сколько вам еще нужно добавить но в любом случае как водные тонировки поэтому слишком веса большие брать не нужно вот какая проблема в том как его подымать ты об этом не подумал да поэтому я говорил целесообразнее было бы делать изоляцию на 30 с каким-то упражнением с гантелей а сейчас попробую поставить стулья по бокам если получится да попробуйте если получите если получит камеру ниже чагу молчите не видно ничего а так там можно камеру ниже а сейчас отлично отлично так 25 нет будет нормально он сейчас по движению видно было что 15 сделал идеально вообще легко не почувствовал то есть я вижу что алексей может и больше взять тут он и 30 и 40 пожмет 25 это это небольшой вес это как раз таки будет оптимальная час пьеса для дать сейчас 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 ну какая разница ну не как сказал слышал так у парни привет ребят здорово всем здорово так пока гриц алексей тут привет пьем водичку за вас вот h2o ребята h2o пьем нормально грица вода это жизнь кста ребят по поводу воды сколько нам лет ребята нам 52 годика разделить только по 26 да ребят стрим будет когда алексея прокачаем сразу же что включаем уже готовый кста так нормально оооо так все нормально будет сейчас красивые мишки и технологии да фу химик я аж 2 пьют и не комплексуем кста я 40 при весе 53 красавчик молодец ребят смотрите не важно сколько вы жмете главное что вы делали в идеальной технике не вычерк вашему здоровью а веса придут а что аккуратно следите за техник африк 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 а костик африк а кости делался чего его с него просто опасно перебивать или же не нет я я только жду что ты кому смотри вот и жди ну ну что ты ждешь алексей вам будет удобно потом а как вы потом сверху через стулья поднимите может наоборот нужно было стулья поставить кость почему ты меня смотришь что я еще и могу сказать после алексей вам удобно будет поднимать ее штангу таким образом или нужно было спинкой наоборот лучше стулья поставить то есть нужно стулья было просто развернуть наоборот ты уверен может нет смотри чтоб спинка была туда ладно неважно если вы поднимите через верх то будет хорошо алексей давайте попробуем так давайте делаться не в полной амплитуде ну можно и так это 25 килограмм алексей да все давайте давайте с этого начнем так о а давайте делаем так алексей давайте делаем делаем не полным такого в амплитуде чтобы локтин не навредить локтям тоже будет хорошо давайте проверим давайте давай делаем дел все-таки 30 заработать на дожиме поэтому тоже хорошо будет о 3 3 отлично 4 ничего страшного так тоже олег мы так и будем делать очень 5 чтобы алексей перед ним тальти не напрягался 6 красиво 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 давайте 7 8 вот отлично идеально 9 9 10 отлично ребят по поводу давайте амплитуду сейчас я расскажу смотрите сейчас конкретно будет работать 30 алексей все нормально все вы сделали просто великолепно и по поводу амплитуды это плитуда будет достаточно чтобы что прогрузить 30 потому что ваш 30 сработает когда когда вы дожимаете а если вы будете пускать слишком низко вас будет перенапрягация передняя дельта и работать еще и грудь поэтому в данном случае чтобы делать более-менее акцент в этом базовом упреждения на 30 слушать жать вот такой амплитуде пацаны за голову стулья поставить не могу потому что алексей смотрите я смотрел как вы делали мне кажется можно добавить еще вес да вот в таком плитуде можно добавить еще по два с половиной вас есть еще по два с половиной гантелей добавляем добавляем не это слишком легко 25 для лекции не что за детские веса пошли не надо добавлять добавлять и ребят правильно поводу амплитуды сказали конкретно если делать не полной амплитуде любом случае 30 будет прорваться соотлично поэтому нас и задача сейчас проработать 30 если бы алексей опускал до конца у него в любом случае участвовал бы и грудь и плечо поэтому ребята как вариант упражнения слышь ты мне как извини как вариант упражнения это будет я уже да и сказал лек что я нашел олег и данном случае это упражнение будет будет целесообразно делать что мы уже прокачали 30 грудь и т.д. отжиманиями поэтому что будем делать акцент больше на 30 в данном случае что жим дожим узким хватом мария если вы смотрите то купите ему такие шортики как у братиков ребят это были не шортики это были джинсы длинные чтоб стали вот эти шорты сначала не были длиннее потом и так перекачали ноги что в них тупые качки перекачали ноги не подумали что что в джинсы не влезли не но потом реабилитировались стали не тупыми вот правильно если мы были тупыми мы не додумались их обрезать вот до такого размера естественно поэтому с качки не тупые все нормально нашли выход из ситуации да да Sí Сейчас чуть-чуть стулья отодвинул, и сейчас, когда я подыму, я буду в полной амплитуде делать. Алексей, вы гениальный! Алексей, вы гений! Спасибо, спасибо, спасибо. Красиво. Все, отлично. Сколько там еще отдыхать? А уже можно делать? Делаем. Алексей, можете до конца не опускать, не обязательно касаться груди. О! Идеально! Идеально, Алексей. Идеально. Отлично! Просто! Красиво! Три! Дышите, дышите. Главное дышать. Четыре, отлично. Я же прямо рад за вас, Алексей! Пять! Пять! Красиво! Шесть! Локти отлично, ребят. Мы же все видим, все красиво. Работают профессионалы, все нормально. Семь! Давайте, давайте! Восьмой больше не делайте! Все, Алексей! Все, Алексей! Отлично! Вот это тот случай, когда Алексей почти сделал в отказ. Поэтому это будет, как говорится, вес рабочий максимален. И мы будем делать сейчас не по восемь повторений, а даже по шесть будем делать. Алексей, давайте отдыхаем. Можете, как говорится, лучше сесть, а не так лежать, чтобы лучше дышать. Ты слышишь? Нет, пять девять четыре. Так, давайте, дышите. Возможно, попейте водички. Все красиво. Алексей, вы просто идеально делали. Но, я сейчас почувствовал трицепс. Да. Отлично! Нет, все тоже в чате увидели, что вы почувствовали трицепс. Алексей, а знаешь, что я посоветую Алексею? А давай мы сделаем два подхода по пять повторений, не в отказ. Это гениально. А давай. Ты понял? Да. Чтобы у него работали медленные мышцы волокна, чтобы они потом привыкали. Костя, смотри. Не важно. Не смотри на меня. В смысле? Я не смотри. Не смотри. Олег, знаешь, почему? Почему? Признай. Знаешь, почему на тебя смотрим? Давай. Потому что я люблю тебя, как брата. Ты все понял? Хорошо, но это слишком много. Слишком много внимания. Я буду смотреть на тебя полностью. Ты что, не понял? И все. Все. Молодец. Так. Алексей, как вам? Нормально. Тридцепс. Различно. Тридцепс болит. Да, водичку привели. Все. Давайте попивать. Я руку поднять не могу. Это нормально. Алексей, а мы вам не посоветовали купить глютамин? А у меня есть какая-то залупа. Ой, в смысле. Ну, в смысле глютамин. У нас тоже есть, Алексей. У всех есть, да. Да нет. Не у всех, кстати. Ну да, не у всех. А этот. Какие-то витамины у меня есть для мужчин. Ну, в принципе, да. Вот, смотрите, я вам посоветую купить витаминный минеральный комплекс. Если у вас есть, отлично. Допустим, витамин D3 еще можно купить. D3 витамин. И глютамин. Он очень вам поможет для восстановления, как говорится, вашего организма. Я все забыл. Лучше напишите мне пока. Мы вам все напишем. Все напишем. Все напишем. Кстати, вопрос из чата. Давайте. Братики, если после тренировки немного кружится голова, это нормально? Я считаю, что это не очень нормально, потому что слишком взяли большую нагрузку на себя. Слишком перенагрузили свой организм, и он дал такой небольшой сбой. Ну, если так брать они головы, после сильно тяжелой тренировки это может быть нормой, если у вас головокружение не там час или два. Это нормально. Но лучше не доводить себя до такого. Да, потому что тренироваться нужно крыться с умом. И, ребят, вот первое правило такое небольшое. Когда вы тренируетесь, в принципе, вы должны выходить из зала не слишком жестко усталым. Вы должны еще в запасе иметь хотя бы одно упражнение. У вас должна быть такая полезная устранство. Например, вы качали грудь, у вас грудь, образно говоря, убита. Но ваше тело все бодрствует. Тогда у вас все хорошо. То есть вы нормально дошли до дома, покушали и так далее. Вы время засекли. Тогда у вас все хорошо. Да, время засекли. Все нормально. Еще, Алексей, вам еще минутку. Давай 2,5. Да. Потому что, Алексей, смотрите. Вот по поводу отдыха между подходами. Вот вы говорите, Алексей, что у вас забился 30. Мы не будем отдыхать 2 минуты. Мы будем что отдыхать? Мы отдохнем немножко 2,30. До 3 минут. Потому что, смотрите, вот как раз таки есть, чем отличается профессиональный подход к делу от просто того, что написали и делали. А банальная программа 3 по 10 нужно чувствовать свой организм. Поэтому, смотрите, мы сейчас видим на примере того, что вы сделали 8 повторений. У вас слишком забился 30. Так что мы будем делать? Зачем себя перенапрягать, когда целесообразнее... Мы же не будем работать до отказа. Когда целесообразнее будет отдохнуть на 30 минут. Вот, смотри, больше. А вы записываете подходы мои? Да, в голове. Записываем в голове. Все нормально. Все нормально. Просто чтобы знать, сколько я сделал сегодня. Да, да, да. У нас все записано. Все записано, Алексей. Все записано. Хорошо, я проверю. В голове все записано. Если бы это яйца в холодильник не поставил, Олег, было бы жопа. А, понял, понял. Ну конечно. Так, Алексей. У вас еще есть 20 секунд. А сейчас мы что делаем? То же самое? Да. То же самое, только на 5 повторений. Вам нужно собраться и сделать еще 2 подхода. 2 пояска, 2 повторения. 2 подхода по 5. Ребята. Вот ты меня вообще сбиваешь. Ты не дожди мне слова говорить. Говори, но ты говоришь все за меня. И все. Говоришь, говоришь, говоришь за меня. Ну как это? Ну смотри, ну это же так и есть. Это факт. Кость, смотри. Это ты когда руками делаешь, главное, чтобы мне в нос не залетело. Ну, палец твой. Вот это я придумал себе с камня. Алексей, короче, берем такой же самый хват и делаем 5 повторений. Не в отказ. Так. Вот так вот, да, красиво. Ой, телефон, Алексей, аккуратко. Нормально, нормально. Все, давайте. Один. Так, один. Два. Отлично. Три. Три. Идеально. Четыре. Алексей, пятый и больше не нужно. Пять. Все, Алексей, больше не нужно, больше не нужно. Потому что мы не будем сильно ваши мышцы закислять, чтобы у вас не было потом крепитую жесткой. Потому что это тоже не сильно хорошо. Все, нормально, отлично. Мы видели, что у вас еще 2-3 повторения в запасе, но слишком много делать не будем. Ну, кстати, крепатура будет завтра жесткая. Я ненавижу это состояние после зала, когда ты закисаешь, просто страшно. Ну, первую недельку вам придется потерпеть немножечко, но потом у вас мышцы адаптируются и будет уже все лучше. Плюс наладим питание. И вообще, если вы купите глютамин, то он будет вам снижать вот эту крепатуру. Болевое ощущение, выхищать вот эту крепатуру. Да, это первое. И второе, можете между тренировкой на следующий день, допустим, завтра, порастягивать мышцы. Немножечко. Немножечко. Немножечко растягивать. Да. Без фанатизма. Немножечко. Не интенсивно, а просто так, немножечко потянуть, тридцесс там, грудь и так далее. И все. Да, и будет нормально. Но потом через... Алексей, я сейчас свои гантели, буду качаться с вами. Красиво. Молодец, качайся. Старый, завязывай с этой фигней, иди за пивом. Вечером за пивом. Не, все, без пива до июня. А, да? Отлично. В данном случае Алексей разгибает до конца, потому что вес небольшой, и это не травмоопасно. Мы следим, все видим, все хорошо. Мы это знаем, ребят. Ребят, мы это знаем. Немножечко знаем, да. Ты время не засек. Ну ты тренер. Олег, мы будем по ощущениям сейчас, смотри. Мы будем работать по ощущениям. Вот когда Алексей полностью восстановится, тогда будем и делать, и все. Как Алексей, как ваш трицепс поживает? Нормально, лучше. Думал сегодня пропустить зал, посмотрел на братиков и Алексея, замотивировался, пошел в зал. Красиво, красиво. Я полетел, да? Еще немножко отдохнем. Алексей, еще минутку. Хорошо. Еще 30 минут. Успеете полетать, Алексей, давайте еще отдохнем. Хорошо. Давайте еще отдохнем. Потому что отдых тоже очень важен, чтобы сильно вы мышцы свои не забивали. Вот это тоже очень важно. Хорошо. Один мозг на троих, так точно. А что без кальяна? Кстати, кальян курить можно, но... Ну, смотрите, Алексей, какое отношение... Просто знаете, извиняюсь, я вас перебью. Конечно. Это сейчас кто говорил? Ну, в общем, Костя или Олег, извиняюсь, я вас перебью. Замечаю, в последнее время все чаще и чаще, проходя мимо торгового центра, в котором у меня находится тренажерный зал, люди, качки большие, огромные, вот как вы, выходят и сразу сигарету в руки. Понимаете? Ну, смотрите, да, да, понимаем, понимаем. То есть, по сути-то, сигарета, она никак не сказывается на организме, так же, как и дым, но только на легких или нет? Ну, Алексей, да, в частности, и на легкие, это первое. И если возьмем таких огромных качков еще больше, чем мы, даже если они будут пить алкоголь и курить и так далее, с их мышцами ничего не будет. Потому что они что? Опытные спортсмены. Понимаете? Да, опытные. То есть, есть различия опытного спортсмена. Ничего, Кость, ты уже раз в шестой задеваешь, потому что я громила, рама огромная. Так аккуратно своими локтями. Есть различия, потому что у нас короткие наушники. А, короткие наушники, только наушники. Есть отличие опытных спортсменов от начинающих спортсменов, поэтому для них от того, что они будут курить и греть, у них проблем никаких не будет. Естественно, это сказывается. Ну, в целом, будет связываться это что, со здоровьем? Сказывается на организм в любом случае, на легкие, на переваривание пищи и так далее. Но лучше я не советую бы, на начальной этапе, ребята, кто занимается просто для себя и хочет привести себя в форму для здоровья, лучше бы этим не заниматься, лучше бы не курить. Так что, Алексей, смотрите, вы можете курить, в принципе, ну хотя бы не каждый день. Я полетел? Да, полетел, полетел. Кстати, развейте миф, что у качков пенисы маленькие. В смысле? Ну, в смысле, подождите. То есть, прям на камеру, что ли, Алексей? Давай, снимай. После подхода. Спасибо. Один. Два. Два. Отлично. Три. Красиво. Четыре. Пять. Все, Алексей, достаточно. Все, хватит. Все, молодец. Вы молодец. Ура. Все, красиво. Красиво, отлично. Встаем или еще снизу будут упражнения? Встаем, встаем, встаем. Сейчас будет стоя. Ну, в смысле, встаем это снесли. Встаем, да, все правильно. Меняем позу, Алексей, а сейчас будет стоя. Все. Лежа, поднимай. Мы прокачали вас лежа, а сейчас будем прокачивать вас стоя. То есть, нужно разнообразие в позах, естественно. Ну, естественно. Ну, в тренировочном процессе, конечно же. Ну, да, не знаю, кто что подумал. Мы за тренировочный процесс говорим, да. Так, мы же тренируемся, естественно. Да. Ну, я хотел сказать по поводу пениса, по поводу качков маленьких пациентов. Олег, может, не будем? Я скажу, мне нечего скрывать. Ну, давай я скажу. То есть, ребят, когда вы тренируетесь в зал, пошли, в принципе, наращивать мышечную массу, вы должны понимать, на что вы идете. Возможно... У вас должен быть выбор. Возможно, и половой пенис-то может уменьшиться, ребят. Но, как говорится, главное, что есть чем компенсировать, в принципе. Если есть чем компенсировать, не важно, какой у вас там пенис, понимаете. Все равно никто не додумается, что вы маленькие. Смотрит, ни херно себе гибалумба. Вот, ребята, думайте, говорится, на какой выбор мы, на какой путь мы пошли. С грифом или с гантелями? В данный момент у нас будет что? С гантелями. С гантелями. Ага. Олег, а ты не думаешь, что это очень тяжело будет упражнение для грифа? Это не будет. Мак, очень тяжело. Алексей, берите, делайте гантельки по 5 килограмм. Да, Алексей. По пятерочке берем. Кость, смотри. Я говорю, нормально, что я не так делаю. Ты говоришь, ахууу. Красиво, говорю. Без матра. Ах. Хорошо, говоришь. Великолепно. Не, Алексей, я смотрю, вы тупо машина нереально. Не понял, это как? Алексей тупо раздуло. Как вы в кадр потом будете помещаться, Алексей? Что-то вы нереально стоите. Смотри, какой тридцесский. Алексей, после месяца занятий, я вам советую, что? Покупать широкоугольный объектив. Их заказывать, скорее всего, да. Потому что вы не влезете в кадр. А он вас не слышит. А, да? Сейчас я скажу двумя словами. Да. Что сейчас я сказал? Двумя словами? Двумя словами скажу. Ну, смотри, я буду считать. Давай. Три слова. Три слова, давай. Я слышу. Да, Алексей, вы молодец. Во. Спасибо. А вы молодцы тоже. Спасибо. У нас 4 тысячи человек. Продвигаем спортивный контент в массы. Напоминаю, что у нас в гостях братики, которые на протяжении месяца и 10 дней будут заниматься восстановлением моего тела, накачиванием, прокачиванием и улучшением моего организма в целом. Подписывайтесь на их канал. Модераторы скиньте, пожалуйста, ссылочку. Алексей, а у вас еще сапочки прилетели. Арина, 5 сапок. Моя хорошая. Спасибо, дорогая. Спасибо, моя хорошая. Спасибо. Очень приятно. Бонуска. Дай. Бонуску. Давай покажем. Не понял. Ребята, чтобы мышцы стали еще жестче, как говорится. Что? Что нужно делать? Между подходами нужно прожимать. Прожимать их вот так. Красиво. А можно сиськами подергнуть? Олег, ушел отсюда. Я хочу сиськами подергнуть. Ты что, я зря качал? Я зря качал, ты что? Давай. О, вот это я понимаю. Так, ну что, я уже здоровый? Все, молодец. Вот это я понимаю. Небольшая мотивация, говорится, для чатика. О, нифига себе, Алексей, у вас банки огромные. Ну, ничего страшного, Алексей. Следующая тренировка у нас будет просто еще лучше. Потому что у нас будет спина, бицепс. Да. Прокачаем вам такую раму. Я уже огромный? Я уже огромный. Да, да, да. Я уже огромный. Но через неделю станете еще больше, потому что мы прокачаем все мощные группы у вас. Алексей, у меня такой вопрос. Ничего страшного, что мы вас так... Да, да, да. Ничего себе. Да, спасибо. А что там ничего нет? Ладно. Нет, есть. Все есть. Хорошо. Что ничего? Алексей, смотрите, внимание, серьезный вопрос. Алексей, какой? Подожди. Ничего страшного, что мы вас так прокачаем, что вы будете пролазить в дверь только боком. Главное, чтобы вы меня не прокачали так, чтобы женщины всего мира на меня не накинулись. Понимаете? Нет, все хорошо. Чтобы не так сильно. Не так достаточно, но боком будете проходить все же в дверь. Все нормально. Так, Алексей, смотрите, я... Что мы там сказали? Рост метр девяносто. Ага. Что мы там сказали? Может, записывать твою мысль, Олег? Алексей, гонтерики по пять килограмм вы приготовили уже? А по пять надо сделать? Да, по пять, по пять. По пять в общем. По пять в общем. Одну пять и вторую пять. И вместе десять. Две по пять равно в одну руку пять, вторую пять вместе десять, но по пять. Говорит, как математик, извините меня, а в цифрах он шарит. Кто не знал, мой братик. Знаете кто? Не просто тупой качок накачанный, который может светить мышцами. Он победитель Олимпиады в четвертом классе по математике. Поэтому с цифрами он дружит. И они заняли первое место, их команда, благодаря ему. Вот этому, говорит, качку. Понимаете? Тогда я качком считаю. Но ты не был качком. Да. Но стал качком. Да. Тоже благодаря математике, понимаешь? Потому что считал цифры, считал подходы, считал повторения, считал калории. Да, конечно. Гениально, представляете? А вы говорите, математика нужна. Ну, тогда еще как? Учите в школе хорошо. Учите математику и потом... Четвертый класс был последним. Не понял. Нет, нет, нет. Ребята, у нас рост по метр семьдесят семь. По метр семьдесят семь. Ребята, не четвертый класс был последний. У нас, кажется, высшее экономическое образование. Перед вами стоят два магистры экономики. А что, не видно? Что ли? Да, нормально. Что два экономиста? А то, что мы так раскачались, ребята, вот рассказываю. Главное желание, просто мы на постоянной основе тренировки не пропускали. Постоянство, сила воли и так далее, ребята, это все решает. Поэтому, ребята, главное желание. Три тренировки в неделю будет достаточно, чтобы привести себя в форму. Ребята, химию я не любил в школе, даже ходил на дополнительные занятия и тоже, говорится, прогуливал. Так что шо? Все. Давайте не будем за это. Ребята, занимаемся в зале конкретно восемь лет. До сих пор тренировки не пропускали. До сих пор тренировки не пропустили. Денадцать – это спортивный образ жизни такой. То есть, без тренировок мы пропустили. Только русские пропускали. Возможно. Возможно. Я тоже был физиком, видите? Да. Спрашиваю, сколько месяцев Алексею надо ебашить, чтобы раскачаться более-менее нормально. Не, ребят, смотрите, уже через месяц будет виден результат. В любом случае, мышцы в тонус войдут, жир немножко сошелся. Тут же еще состоит задача в том, чтобы Алексей чувствовал себя тоже комфортно, чисто физически. Правильно? Да. Чтобы он был в тонусе, чтобы он лучше себя чувствовал физически и так далее. О, Алексей! 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 О! Все. Извиняюсь, что долго, просто надо смазку купить. Эти штуки маслом смазать, она плохо крутится, закрута. Алексей, нужно просто разработать. Со временем, говорится, будет хорошо. Там не зажимы, поняли, а закрутки такие. Да-да-да. И они плохо идут. То есть, болтик потолще, чем гайка, я помню. Да-да. Не, ну, со временем если разработать, то без маски можно нормально. Хорошо, я готов. Все, ты как опытный спортсмен знаешь, да? Да, я как опытный спортсмен, накручивающий болтиков на гантельку, естественно. Да, я понял. Так, Алексей, давайте. Давайте будем делать упражнения, сейчас я буду показывать. Нет, а я показывал наши гантели? Нет. Я покажу потом. Так мы сейчас будем показывать, как делать упражнения. Да? Какие мы тупые. Вот гриф. Какой мне нужно? Быстрый, сейчас мы принесем. Мы тупые, качки, у нас же есть гантели, представляете, мы не взяли их. У вас гантели есть, откуда вы что, занимаетесь чем-то? Да, Алексей, мы так немножко поднимаем их, балуемся. Они не разобраны. Ладно, буду болеть. Нет, 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 мы их разберем. Хорошо, мы их разберем. Алексей, мы просто тупые качки, представляете? У нас есть гантели, мы вам не показываем, как делать с гантелями. Представляете, какие мы тупые качки. Смотрите, 16 килограмм. Олег, хватит, выделываться. Разбери. Да, я разберу, Олег, я разберу. А я буду так 16 килограмм поднимать? Алексей, ну со временем вы можете будете, но вам не обязательно поднимать 16 килограмм. Вам это не обязательно делать. Олег, смотри. Вайтер, а ты здесь вообще? У меня есть модератор такой говорит. Олег, ты жопу светишь. Блядь. Ты что, специально это делаешь? Нет, я нечаянно. Тогда я тоже сейчас нечаянно буду раскручивать. Я нечаянно. Хорошо, я тоже что? Олег, я раскручу. По гантели на брата. По гантели на брата. Ты свою раскрутишь, я свою. Ты понял? Пока вас не было. Я тебе свою гантелю не дам раскручивать. Парень, чати пишет, пока вас не было, они сказали, что если качаться, член уменьшается. Вы еще можете остановиться. Так, сейчас будет упражнение, Алексей. На среднюю дельту будете тянуть гантели вверх, в сторону. А вот, как говорится, гантели, братья, вы видите? А говорили, короткая гантель. Держи, держи. Да. Алексей, смотрите. Сейчас ваша задача будет взять вот так две гантели. И их поднимать немножко в стороны путем отведения локтей в стороны. Нет, нет, Алексей. Но не так. Чуть-чуть вперед. Просто берете в боковом режиме и поднимаете их в сторону вверх. А сцент Алексей на локоть. Вы должны поднимать локоть вверх. То есть, ваша задача локоть поднимать вверх. Нет, нет, не в эту сторону. Алексей, просто прямо. Вот просто берете в небо и поднимаете локти вверх. В небо? Стой. В небо? В небо. В небо поднимать? В небо поднимать. Ну не прямо до неба, ну так, чуть-чуть. К небу. Олег, он в квартире, к потолку. К потолку. Конкретизирует. Вот примерно так, Алексей. Совершенно верно. О, в принципе, Алексей, смотрите. Вы должны держать кисть ровно. Вы можете немножечко ее, как будто выливать чашку. С водой. Но не сильно перегибать. То есть, акцент должен на локте. А кисть просто, как держит гантелью. Нет, Алексей, смотрите. Мы будем сейчас делать тяговое движение. Смотрите, просто берете. Олег, я говорю, это очень сложно упражнение. Ну нет, мы сейчас его настроим. Мы это здесь. Алексей будет делать это упражнение. Его плечи. Давай настроим Алексея полностью. Все, настраиваем. Ребята, Алексей, смотрите. Гантели должны быть у вас параллельно к потолку. К потолку. Они не должны выгибаться в сторону. Они должны быть ровненько, ровненько стоять. И ваша задача... Алексей, кистью так работать не нужно. Не в этом упражнении. Ваша задача локоть использовать как рычаг путем поднятия его вверх. Просто непринужденно, раскрепощенно. Раскрепоститесь полностью, Алексей. О! Вот. Можно в принципе и так. И просто поднимаете вверх. Просто локтями вверх. Алексей, просто локти поднимаем. Просто чувствуем плечи. Раскрепоститесь. Нужно быть раскрепощенным. Алексей, можете чуть-чуть локоть, чуть вперед. Не обязательно ни назад, ни к спине. Да. А чуть-чуть ближе к груди. И локти немного выводите вперед, Алексей. Вот так. Вот так вот. Это будет отлично. Не обязательно слишком высоко поднимать. Потому что плечо, ребят, работает вот в такой амплитуде. Дальше уже работает трапеция. О! Можете немножко спину вперед. Чуть можно вперед. Можете прыгнуться. Вот. Естественно. Устойчивое положение. Как вам комфортно. Естественно. О! Отлично. Это идеально. И давайте локти чуть-чуть вперед. Алексей, локти вперед. Вот так. Вот. Вот оно. Пошло где-то. Все. Все. Это было очень много. Не важно. Вы почувствовали плечи, Алексей? Горят ли? Вот. А это самое главное. Смотрите, можно я скажу? Не важно, как вы делали со стороны. Главное, что у вас прокачалась целевая мышечная группа. В данном случае это плечо. То есть в данном случае у каждого своя техника по-разному проявляется. Но мы сейчас ее под настроем еще лучше, чтобы плечо еще больше поработало. Но вы просто молодец. Это очень сложное упражнение для новичка. Правильно? Поэтому я вам и горжусь, Алексей. Так, без гантелей сейчас. Подождите. Давайте без гантелей. Блядь, вылетело. Вылетело. Что вылетело? О. Алексей, все верно. Просто берете и вот этот локоть, представьте, вы его просто отводите в сторону. И просто путем. Вот. Отлично. Вот так вот. Вот это получится. Вот эти вот подмышки не закрепощаем. Вы должны раскрепоститься просто. А, у меня вопрос. Алексей, вы чувствовали немножко вот эту мышцу, которая называется трапеция? Да я сейчас это чувствую, когда даже так делаю. Нормально. Значит, Алексей, слишком не поднимайте высоко. То есть у вас будет включаться трапеция. Поэтому лучше что? Убрать с нее нагрузку и слишком локоть вверх не поднимать. Я правильно говорю? Да. Плечо вы должны оставить его, не поднимать вверх. Оставили плечо. Локоть держим, приплечье держим. Приплечье у вас как рычаг, чтобы поднимать конкретно. Кисть у вас только лишь для того, Алексей, чтобы держать гантелью. То есть за это запомните. Акцент, Алексей, только на локте. Локоть в сторону и просто поднимаете. Локоть в сторону и просто поднимаете. Не в эту сторону, Алексей. Просто прямо. Вот как будто вы хотите пакеты. О. Вот. Отлично. Смотри. Вот. Отлично. Берете пакет, который вы купили с курочкой, с рисом и так далее. Тут водичка. И вам нужно поставить на стол. А где пакет киви? С пакетом киви. Пакет киви здесь? Да. И просто берете эти пакеты и поднимаете. Вам нужно поднять пакет, Алексей. Поднимаем пакет. Отлично. При этом. Вот. А теперь, Алексей, берем, говорится, в руку пиво. Поднимаем и выливаем кистью его. Нахрен пиво вообще. Выливаем его. Все. Вот. Вот. Выливаем пиво. Вам не нужно пиво, Алексей. Не нужно. А киви берите, вот. Ну, при этом, Алексей, при этом при плече опустите вниз. Расслабьте при плече. Чтобы пиво свисало ниже. Пиво ниже. Пиво ниже, локоть выше, Алексей. И выливаем. В сторону, Алексей. В сторону пива локтем. А потом кистью выливаем. Алексей, посмотрите, вот так пиво выливать надо. Вот. Нет, Алексей, вы так не хотите пиво выпить. Алексей, вот пиво. Вот пиво. Вот второе пиво. Вторая банка. Две баклажки пива, Алексей Вот смотрите, у меня пиво, я хочу их вылить Так это пиво? Не важно Я просто беру и поднимаю И вылю Просто беру его вверх, поднимаю Я хочу поставить его вперед Вот, Алексей, вот такое Отлично Вот, раскрепостите Ну, в данный момент, Алексей, вы делали до этого лучше Слишком вперед, локоть не выводите Чуть-чуть Чуть-чуть вперед локоть Чуть-чуть вперед локоть А теперь немножко по-другому сделаем Вам нужно вот это пиво поставить, вот, допустим, на досочку вперед Так, чтобы поставить, что нужно Поднимать локти Подняли вот так, просто поднимаем локти Просто локти в сторону, Алексей Вверх в сторону Пиво оставляем внизу А локти просто поднимаем Вот, отлично, Алексей Вот так О, вот То есть, вот вы робот, Алексей И вам нужно, как робот, поднимать движение вверх Вот такое движение вверх, просто поднимать Вот, Алексей, отлично Все Красиво Вы молодец Отлично Все, идеально А теперь то же самое, только с гантелями И будет просто идеально То есть на дистанционном варианте тяжело поставить технику, но мы справились Отлично Чуть выше, поднимайте локти, не бойтесь, Алексей Это полумаг, полутяга, это тоже хорошо Отлично, это же лучше Вот я даже вижу, видишь, Алексей даже плечо работает Алексей как профессионал, он совместил то же самое, что делаем мы Это одновременно и тяга, и разводка гантелей Вот, то есть ему, Олег, лучше так подходит Да, понял? Алексей так выгоднее делать по плечевым суставам Да Алексей, чуть-чуть локоть вперед Вот, все, Алексей, больше не делай Вы почувствовали, как у вас плечо напрягается, Алексей? Да, почувствовал, но иногда включается вот эта штучка Ничего страшного Алексей, значит слишком высоко не поднимайте Чуть-чуть амплитуду короче Но, смотри, рассказываю, Алексей, если у вас напрягается трапеция, ничего страшного Она просто дополнительно вырастет, у вас просто будет больше трапеции, ничего страшного Наоборот, это же плюс Это же плюс, все нормально Главное, чтобы у вас сработало плечо Правильно, Алексей, ваша задача локоть поднять выше, чем плечо Олег, а ты не учел, что Алексей просто так устал с гантелями и 5 килограмм для него просто много Потому что первый раз он делал очень хорошо, а второй раз он немножко подгибает плечи, потому что он устал Ты понял? Не-не, я сейчас видел, что Алексей справится, уже нужно напрягаться для результата Так, смотрите, Алексей Давайте, 2 минуты дыхаем 2 минуты дыхаем Пейте водичку Как ощущения, Алексей? Только честно Нормально, вроде плечи Нормально? Вроде плечи как раз болят Ну, я бегу после упражнения Значит, я делаю... Ну, когда вы делали, да-да-да-да Значит, я что-то делаю правильно, если болит Вы когда делали, я действительно видел, как у вас вылазит пучок дельты Все было красиво Даже видно на камере было Все, у меня вылазит пучок, ребят Пучок вылазит у вас Алексей, мы видели ваш пучок, который вылазит Ну, в смысле дельты Уже на руку посмотрите Да! Посмотрите на руку Серьезно, без рофа Не, надулся Серьезно, надулся Посмотрите, че... Ёпта масло Нихера себе! Вот это жестко Так, Алексей, давайте отдыхать Еще минуту отдыхаем О, и после этого у нас мега крутое упражнение будет Очень классное Смешное Кардионагруз Кардионагруз Очень хорошая и заминка И, как, что-то кардионагруз Я в туалет Быстро Видите? В туалет пошел Говорю, не пей воду Он выпил много воды Все, отписался Пратик мой Не, ну, вода, она же нужна Да, вода нужна, но он пьет ее слишком много Ну, вы знаете, что я тоже скоро тоже пойду Ну, на стриме я не буду Правильно? Лучше на стриме я не писать Ну, лучше у вас камера новая Если вы камеру обоссыдите, то, ну Не, не, я же, пацаны Я же не буду доставать, говорит, на свой прибор А, ну, тогда неинтересно А, тогда неинтересно Ну, тогда Алексей, говорится, вас Вам прилетит кое-что И нам тоже Поэтому лучше не надо Понимаете? Знаете, у меня первый бан Поэтому ради такого Ну, лучше Лучше это Лучше это не делать Согласен Я так думаю Дайте Алексею пиво Видите, как ему плохо Не, ребят, все нормально Все чинарем, как говорится Алексей, вы знали, что вы можете себе позволять И даже если из алкоголя, чтобы расслабиться Можно выпить, например, много вина Образно говоря Вино, хорошо Да Но я вообще Нет, я вообще до июня А Ни каплю в рот, ни сантиметра в жопу Ну, тогда, говорится, это хорошо Да Ну, я говорю, за каплю в рот Нет, это сказать Да Хорошо Что-то он долго там в туалете делает Вот, что он там делает Я не знаю, Алексей Вот, пошел он в туалет Может быть, возбуждился от моей банки Сейчас у него и спросим Да Понимаете? Я в туалет И так, еще с такой ухмылкой Я в туалет Ну, посмотрим Сейчас спросим Две минуты прошло или нет? Да, прошло Две минуты тридцать секунд Давайте еще отдохнем Тридцать секунд Сейчас он придет И будем делать Хорошо Так Это последний подход Или еще один? Мы сейчас делаем Скорее всего, да Это будет крайний подход на плечи А потом у нас будет заминка И как мини-кардио Будем прыгать, Алексей, с вами Ага, хорошо Попрыгаем Хорошо Олег Что ты там долго делал? Я в туалет калет Дочно? Да Смотри Как вы долго писаете? А тут Алексей мысль А тут Алексей мысль, что ты возбудился Что в туалет Я руки мыл просто Посмотрел на Алексея в банку Я мыл руки Банка уже нереально стал Да, нереально Так, давайте подход Три минуты прошло Да, давайте Не понял, что три минуты в третью? Видите? Олег, три минуты, говорится Да И не комплекс И тебе хватило три минуты Пописать? Хватило Алексей, давайте просто О, отлично Можно и так Интенсивнее локтами Просто локти выше За предплечье забудьте Просто локти выше Все, отлично Это мах Красиво Все, нормально Это тоже Это четыре минуты, да? Пять Пять Давайте Шесть Семь Отлично Давайте Восемь Все, все, хватит Не нужно, не нужно Все, все Нормально Тут уже пошел процесс такой Что плечи настолько устали Что начали ценить при плече Это делать не нужно Хватит восьми Нормально Отлично Все Давайте отдыхаем И еще Последний подход на плечи Еще один подход А может быть все уже? Смотри Это уже будет достаточно Олег Да, для первого раза Алексей сделал три упражнения на плечи На среднюю Он просто построил технику Три упражнения? Три подхода Три подхода Этого уже хватило Ты видишь, уже восемь повторений До этого было пятнадцать То есть этого хватит, Олег Будет все хорошо Да-да, чтобы не перенагружать Тем более, это маленькая мышечная группа Которая хватит вот этих и трех подходов То есть мы просто сделали лучше даже работу Что Алексей сделал за три подхода Лучше, чем четыре Ты понял? Все, все верно Так, давайте отдыхаем И сейчас будем прыгать, Алексей Да Хорошо А я говорил, Алексей, да Я говорил Ой Так вот твоя вода Все, все, все А как прыгать, покажите, пожалуйста А, мы сейчас покажем А, хорошо, давайте Показываем, как прыгать Как нужно прыгать? Ребят, смотрите Вы спрашивали про упражнения Нет Как прыгать? Вырежение Что делали братьки, когда был карантин? Они просто прыгали Ой, блядь Вот ты че даешь Быстрее, давай Десять раз Да, смотрите Вот, Алексей, нужно делать так Пожалуйста Давай, берем Давай, раз, два, три Вот так Все, все Алексей, вот это упражнение Очень отличное Это без рофла, Алексей Эффективное Хорошо Смешное И И главное Синхронность Так, быстро Так Алексей будет сам прыгать Мы раздвигаем ноги И в этот момент раздвигаем руки, да? Да И То есть это почти что как скакалка Может даже и лучше Понимаете? Заодно И чтобы это было еще интереснее Мы будем прыгать вместе с Алексеем Да А мы будем вместе с вами прыгать Да Тройная синхронизация У меня что-то вот здесь заболело Приплечья заболело? Это когда вы Именно мышца Вот здесь мышца, да Ничего, мышца Это все хорошо Это нормально 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 Сил Старый 30 лет Вы хоть знаете хоть одного качка, которому 30 Алексей, вы знали, что самый расцвет сил для качка это 30 лет? Да? Что вы понимаете? Да, конечно Фу Как я вовремя двадцать пятеро сорок лет это вообще самый рост мышечной массы так что у вас еще все впереди ну все ребят получается поток да так алексей вы готовы уже прыгать какую хуйню несут вот я тебе обращусь как говорится проконсультируйся то что-то неправильное дело скорее всего да смотри интервал уключай все нормально так ли все давайте прыгаем давайте снимаю наушники так только я вас не увижу мы будем за вами повторять вас видеть так вы будете прыгать самому если вы будете делать а мы за вами да все давайте алексей только можно так быстро ты понял два 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 1 19 все все отлично все красиво под вас повторяем да ну как отлично алексей давайте отдыхать будем по полторы минуты побыстрее чтобы делать это интенсивно то есть это нормально смотреть мы сейчас прокачали в силовом варианте прокачались при сделан такую небольшую кардио нагрузочку и для того как есть заминка даже будет хорошо и для всего тела задействоваться в принципе все мышцы то есть это будет нормально прогоним кровь по всему телу да то есть это хорошее упражнение нормально можно и ноги поработать руки в принципе и дыхалка тоже хорошо и это будет последнее наше да это будет последняя на сегодня на сегодня мы чуть задержались перед братиками извиняюсь потому что мы все нормально все хорошо были на час как бы уже два часа но сами понимаете первая тренировочка дальше все более или менее поставить попытаемся на поток вот надеюсь все получится так или все давайте по 15 повторений по 15 давай давай ставы остановитесь я становлюсь с вами все отлично как будете готовы давайте да давайте быстрее быстрее курсиньки сильнее курсиньки сильнее все чата вообще мне интересно кто-то с нами начал сегодня заниматься или нет поставьте плюс чат если вы сами занимаетесь алисея как вам по дыханию нормально все красиво отлично все пчела учится летать нет я бухаю все понял каждому свое так отдыхаем еще 50 секунд я ору ребят если вы кричите кричите не так громко вы что будете хрипеть как братики берегите голосовые связки до совершенно верно у братика мне говорил надо мычать и опускать вниз голос когда мучить и опускайте голос не сюда вот на первых живота набираем гол воздух они с груди груди нельзя дышать только живота набрали и начинаем и опускаем его как можно ниже как бы старайтесь голос опустить в грудь нормально дышите дышать на 12 says в bourges вот и удача у меня преподаватель мог дышать как по 2 минуты мычать поэтому вот когда вы так будете нючать вы будете разогревать себе соответственно вот здесь вот здесь разогревать и перед стримом уже даже когда будете кричать соответственно будете контролировать и не будете срывать себе связки до стрима да надо да да надо помочать чтобы можно но просто после у тебя уже связки разгоряченные говорится уже 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 все давайте получали теперь подходик так давайте отлично алексей мне кажется тренировка прошла успешно как говорить думать начала хватит этого будет достаточно секундочку подождите конечно же хорошо да конечно не вы дышите там отдохните попейте водички говорится для первого с головой нужно первую неделю вот просто давать технику выполнения а по питанию так же у него бы жир уходить здесь просто прежде всего очередь если диету вы настроите по себя хорошо и даже будете небольшие нагрузки делать ребят на свое тело то в любом случае результат уже у вас будет да все поэтому питание это один из самых главных ключевых коллекции аспектов в этом процессе я нас вижу вот красиво вот я напрягаюсь отлично мы тут тут и там мы везде мы на трех экранах как смотрите братиков на всех экранах мы на трех экранах когда увидел себя на камерах пятерки 3d получается да руки не держат через уже ничего так я здесь сейчас мы тоже тут так значится через минут десять мне надо выпить протеиновый коктейль ну можете отдохнуть до коктейль с бананчиком вы заслужили бананчик можете смело бананы не знаю есть или тут киви ну или какой-то фрукт можете любой фрукт алексей ну киви у меня столько ну вот давайте киви хорошо ладно забыл по моему купить банан куплю схожу сегодня так в общем чат это была первая тренировка тренировки у нас с братиками так тут много донатов кстати сорян что я их пропустил соответственно потому что я не мог их поставить час все прочитаем давайте определимся так что у нас мы занимаемся по понедельникам средам средам и пятницей вторник четверг суббота воскресенье у нас выходные дни но в эти дни мы не забываем про питание в эти дни мы грамотно питаемся братики расписали мне все это дело как я уже сказал свою телегу для того чтобы и сам себя контролировать чтобы вы меня как говоря контролировали я буду скидывать фоточки своего ужина обеда завтрака вот поэтому можете соответственно подписываться на телеграм-канал ссылочку скинули братики также занимаются стримами для тех кто не знает и они сейчас пойдут стримить на свой канал что у вас там сегодня запланировано спину спину и заднее плечо раму раздумь нереально вот соответственно вы можете перейти на их канал вот ссылочку мои модераторы скидывают подписывайтесь обязательно спасибо да потому что наша тренировочка на сегодня закончена как я уже говорил этот проект у нас стартует сегодня и будет идти до 1 июня ну и мы сравним изменюсь ли я как-то или нет но у меня уже панка жесткая какая-то нереально алексей вы изменитесь очень хорошо согласен спасибо вам большое за сегодняшнюю тренировку братики давайте в телеге добавимся наверное да лучше будет потому что в дискорде в вк мы сложно нам переписываться а так я буду спрашивать например напишу скажу галия кости чем не сожрать сейчас подскажите пожалуйста какие вопросы возникают пишите всегда до 14 вот поэтому добавимся в телеге соответственно желаю вам удачи на сегодняшнем стриме вот я еще он дочка да немножечко еще по стримлю спасибо большое за сегодняшнюю тренировочку увидимся с вами получается в среду да все обнял вас приподнял мы тоже чатик тоже говорится удачи вам вам сердечко все всем удачи всем удачи всем удачи всем пока увидимся так час часа